Житель Нефтекамска Олег Гарифуллин придерживается здорового образа жизни, путешествует и ведет свой блог. 14 апреля на озере Светлом мужчина решил установить мировой рекорд по нахождению в ледяной воде на время. Я сам изучал этот вопрос и мне было интересно, допустим, когда Титаник тонул, да, там был такой ледяной океан, да, там 2-3 градуса температура. И ученые подтвердили, что люди начинали умирать на 5-6 минуте от холода, на 7-й. И получается, что когда ты находишься длительное время под водой, это реальный стресс для организма, организм должен быть готовый, подготовленный. Олег закаливается уже 12 лет. Однако даже такому подготовленному организму стоять было тяжело. Поддержать Олега пришли десятки жителей Нефтекамска. Два часа, 7 минут. Сейчас он завершает свой рекорд, мировой рекорд. Железный человек. Олег Калифулин, город Нефтекамс. Это, конечно, такой какой-то невероятный челлендж, потому что, вот знаете, когда я уже принял решение, что буду стоять, ну, практически я ночи 3 не спал. Это постоянные мысли, постоянные какие-то страхи, волнения, переживания, потому что это такая нагрузка, она вроде бы не столько еще даже, когда ты, ладно, на одной воде находишься, сам выход из воды и потом адаптация, вот эта акклиматизация, чтобы восстановиться, тоже требует гораздо много сил, энергии. Олег побил мировой рекорд Дмитрия Балабанова, моржа из Иванова, который в 2012 году продержался ровно два часа. Вот эти два часа я стоял практически на одной ноге на лестнице, она постоянно соскальзывала, эта лестница играла туда-сюда, и мало ли того, что мне надо было стоять на холоде, мне надо было держать баланс, балансировать и вот этой лестницей управлять. И поэтому я вот, когда с проруби уже выходил, я просто ног не чувствую, и у меня вот подкашивались ноги, я не мог реально сам идти. Это все, что возьму я с собой, две мечты до печали стакан. Наверное, в какой-то момент я переставал думать о себе и понимал, что там есть родственники, друзья, горожане, жители города, да, мои друзья, которые надеются, верят, и как бы, и будет им очень многим приятно людям, что вот именно в Нефтекамске сделан такой результат, поставлен рекорд жителям города, и вот это вот меня мотивировало даже сказать больше. В прошлом году Олег пробыл в ледяной воде 2 часа и 3 минуты, однако тогда его рекорд не засчитали, поскольку мужчина не учел всех требований и не зафиксировал свой результат по установленным правилам. На этот раз Олег Гарифулин заверил, что сделал все как надо. Все велось в прямом эфире, мы записывали, и, соответственно, там в Москве эксперты сидят, они просматривали все это, и сейчас мы отправляем второй пакет документов, получается, на подтверждение уже рекорда. В любом случае мы для себя даже понимаем, да, что рекорд сделан, потому что вода была очень, ну, намного холоднее, чем она обычно бывает. Вот один градус, и как бы все было сделано по правилам. В дальнейшем Олег планирует побить мировой рекорд знаменитого айсмена Уима Хоффа из Голландии. В 2008 году мужчина простоял без одежды 72 минуты в аквариуме, по шею засыпанный кусочками льда. Продолжение следует...